22 июня немцы уже взошли в Литву, а 24-го город Вильнюс был уже в их руках. И, конечно, все поменялось. Может быть, не за день, но все очень поменялось. Не нужно было, чтобы что-либо напоминало о существовании еврейской довоенной цивилизации. Уже со середины июля 41-го убиение людей здесь началось. Причем Литва явилась первым полигоном нацистских действий. Полумилитаристские группы, знаете, они тоже были использованы. Им была дана эта задача. И в эту одну ночь там застрелили первую ночь 300 человек. Бабушка сказала, нет, я еду в Сибирь, там живет моя старшая дочь. Мы едем к Розе, я так им сказала. Мы едем к Розе. А эти города буквально через несколько месяцев, месяцев 6-7, они все были заняты немцами. Ну и еврейское население было все естественно уничтожено. Евреи в гетто или до гетто-то не верили, что здесь убивают массово. И весь мир не верил. Утром она не похожа на еврейку. Она видела, что еще земля шевелится. Они были закопаны живыми. Они ведь были живы. Признак был только один – еврейская внешность и соседские показания. Все. Это была трудная работа для людей. Время появления евреев в Великом Княжестве Литовском относится к XIV веку. То есть мы точно знаем, что в конце XIV века еврейская община города Бреста, который в то время был на территории Великого Княжества Литовского, получила от великого князя Витотоса Великого привилегию, согласно которой евреи приобретали право на свободу вероисповедания, на учреждения своих кладбищ, мигф ритуальных бассейнов, своих религиозных судов. С тех пор и до приблизительно середины XIX века евреи жили в так называемых хагалах. То есть это общины, которые полностью обеспечивали все нужды еврейского населения. В конце XVIII века Вильна становится духовной и религиозной столицей всего восточноевропейского еврейства благодаря Веленскому Гаону. Веленский Гаон – это религиозный мыслитель, который создал свой метод изучения Талмуда, благодаря которому появились такие образовательные учреждения, как Ешива. Центром и сердцем Литовского Иерусалима была большая Веленская синагога. Она была построена в своем каменном воплощении, она была построена в начале XVII века. И ее интерьер мы видим на этой копии картины Марка Шагалок. Она была разрушена во время Второй мировой войны, частично разрушена, и окончательно стерта с лица земли после Второй мировой войны уже советскими властями, поскольку еврейская община уже не существовала. Просто синагога была не нужна и не нужно было, чтобы что-либо напоминало о существовании еврейской довоенной цивилизации. Субтитры создавал DimaTorzok Литва в 41-м году, то есть уже в 40-м, стала частью Советского Союза. А июнь 41-го нацистская Германия напала на Советский Союз, конечно, и на Литву. 22 июня немцы уже взошли в Литву, а 24-го город Вильнюс был уже в их руках. И, конечно, все поменялось. Может быть, не за день, но все очень поменялось. До этой войны в Вильнюсе жили, мы никогда не узнаем, сколько, ну, около 60 тысяч евреев. И они были убиты где-то около тех мест, где они жили. И около Вильнюса здесь мы видим такую хорошую, красивую природу. Мы видим лес, маленькие такие холмы. И до войны эта местность была место для, чтобы люди пришли отдыхать, для отдыха. Школьники шли. То те же самые еврейские школьники из еврейских школ с учителями, они пришли изучать природу и так далее, и так далее. Это была местность такая. Уже с середины июля 41-го убиение людей здесь началось. В Литве проживало более 200 тысяч евреев. И все они, большая часть их, от 90 до 95 процентов, по разным оценкам, была истреблена во время войны. Причем Литва явилась первым полигоном нацистских действий. Теперь кто это делал и кто были эти люди? Так случилось, что, так как численность немцев, конечно, была довольно маленькая здесь, литовская администрация здесь тоже была, ну, она работала и была использована немцами. Так что и литовская полиция, и military groups, такие полумилитаристские группы, знаете, они тоже были использованы. Им была дана эта задача. А они приехали? Восторг-то! Их в салон! Так что и литовская дверь, они тоже были использованы. Их в салон! Продолжение следует... 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 Перед войной они жили уже женатые, были в Кудирканавместисе, этот маленький небольшой городок. И этот городок был на границе прямо с Восточной Пруссией. И вдруг под утро большой взрыв, и такой большой шум в городе, и там стрельба, и крики, и то, и другое. Я, конечно, спал, но отец хотел открыть окно и посмотреть, в чём дело. И он открыл окно и видит, что под окном стоит немец с оружием. И он кричит, закрой окно и больше не показывайся, а то застрелим. Ну, отец послушал и стал смотреть, в чём дело. Выйти из дома нельзя, потому что через окно нельзя смотреть. Оказывается, что те, которые уже были с давнего времени, сформирована полицейская группа. Которая знала город, и у всех домов, где жили евреи, у всех поставили немецких солдат. Что если кто выйдет из дома или захочет бежать куда-то или что, его можно застрелить на месте. И в первую ночь были застрелены три человека. Один из них был моей сестры, товарищ, с которым она дружила. И он вот сделал это фото. К четырём годам, вот когда началась война, мне было ровно четыре с половиной года. Двадцать второе июня, раннее утро. В шесть часов утра бабушка пошла в магазин, в лавочку. За мясом уже очереди были. Уже были очереди. Их раньше не было, да? Часов десять она возвращается, расстроенная, говорит. Лавочку не открыли, мяса не будет. Говорят, что началась война, где-то стреляют. Ну, стреляли. Рядом с Шевеляем же эти большие авиационные стояли подразделения, да? Немцы знали всё, они успешно бомбили. Те, которые при власти, у которых была возможность уехать на машинах, они очень быстро, очень быстро уехали. А другие уезжали в определённом организованном порядке. Папе дали два пропуска в поезд. Он остался с мамой, у неё было задание по её линии. Бабушка и я, мы сели, и дедушка, мы сели в вагон и поехали. Часа, наверное, в два мы уже были в поезде, я так думаю. Первый день войны. Теперь ехали мы, когда через западные районы России, Советского Союза, России. Было очень много городов, где были, видимо, большие еврейские общины, и они выходили к поезду. Они знали, что с запада идут поезда с беженцами. И очень сильно нам предлагали, останьтесь. Это ненадолго. Никто же не думал, да, что война будет тогда. Это ненадолго. Мы вас устроим, вы будете у нас жить. Кончится вот несколько месяцев, вы вернётесь. И всё такое. Бабушка сказала, нет. Я еду в Сибирь, там живёт моя старшая дочь. Мы едем к Розе. И так она сказала, мы едем к Розе. А эти города, буквально через несколько месяцев, месяцев 6-7, они все были заняты немцами, ну и еврейское население было всё, естественно, уничтожено. Мы, конечно, тоже должны понимать, что евреи в гетто или до гетто, то не верили, что здесь убивают массово. И весь мир не верил. Всех, значит, мужчин собрали тоже полицейские. К нам в дом пришёл полицейский, который был знаком с моим отцом. И он сказал, знаешь, Екель, там нам приказано собрать твёрдых, хороших мужчин, которые могут повезти в Германию на работу. Надо хорошо одеться, иметь хорошую обувь и иметь три дня пищи. И вас там, я не знаю, куда отвезут. Ну, так они их собрали. Отец вышел, на улице уже стояла длинная такая колейбора, которой уже и дедушка, и отца братья были там, и дяди, и другие знакомые. И их отвезли тоже этой колонной. Они пошли тоже на эту торговую площадь. И на площади там собрали все документы, опять построили и повезли в сторону еврейского кладбища. Пока было светло, ничего не слышно, ничего не видно было. Но как уже стало темнеть, так послышались пулемётные очереди. И в эту одну ночь там застрелили первую ночь 300 человек. Молодых и старых, и разные. И дедушку, и его сыновей, одним словом, и мой отец, и мой брат тоже были первую ночь застрелены. Военнопленные вырывали большие рвы и там захороняли. Ну, какое там захоронение? Сыпали известь и закапывали немножко землёй. Так моя сестра, старшая, утром, она не похожа на еврейку, она видела, что ещё земля шевелится. Утром рано ещё шевелилась земля. И она поняла, что там захоронены люди. Конечно, когда были расстрелы, не сразу, иногда не сразу закапывали. Иногда ждали, чтобы на следующий день придёт другая группа, и ещё есть место, надо их тоже. И не закапывали. И, конечно, люди-то выживали. Я скажу, мне посчастливо с каждым быть убитым, потому что быть убитым, я думаю, это уже было и не так уж плохо, потому что немалая часть, ведь они были закопаны живыми. Они ведь были живы. Теперь что было с родственниками? Я расскажу. По маминой линии я не знаю ничего. А папа, он был десятый человек в семье, десятый ребёнок. Его звала семья Мизинец. Мизинчик самый маленький. А дальше уже вот мы с этой своей двоюродной сестрой просто посчитали. Все были взрослые, он был самый младший. И у него уже была семья, и было дитя. Я, да? Все остальные были намного его старше. И все были женаты. Ну, и как еврейские семьи, ну, три ребёнка – это минимум. Пять ребёнков, детей – это уже, как правило, нет проблемы. И мы как-то посчитали с сестрой, что только по этой линии где-то 52 или 53 человека у нас погибло. Всех. Когда еврейская община издала книгу «Шевляйское гетто», Ирочка Гузенберг ее делала, я думала, ну, вот я там прочитаю, я хоть узнаю, я знала фамилии бабушки, дедушек, ну, с фамилией отца, разумеется, и так далее. И никого мы не нашли. Я потом спрашивала, я почему? А потому что до тех пор, пока немцы не завели свой порядок и не стали загонять всех в гетто, пока вот здесь эта вот литовская молодежь с этими белыми повязками хапала на улицы людей, загоняла в синагоги, а потом частями уводила в лесок и там расстреливала. Не было никакого учёта. Признак был только один – еврейская внешность и соседские показания. Всё. Это была трудная работа для людей, потому что, представляете, по расовой теории есть немцы, они в верхушке, а там где-то внизу есть, ну, вот это, получеловеки. Так что литовцы, как получеловеки, им и была отдана, ну, эта работа. И теперь, когда мы говорим, ну, как они шли, почему они не говорили нет, тут, конечно, мы должны делать некоторые обобщения, потому что в 40-й год Литва стала советской, не по воле местных жителей. Между людей, ну, там было и антисемитизм, и какой-то неприязнь, и, конечно, незнание, непонимание евреев, и какие мысли у них в голове. Вот я рассказала, что в 40-м было собрание раввинов в Вильнюсе. Что делать, когда мы смотрим на немецкую оккупацию, которая уже случилась в Польше? Что нам надо делать? И, конечно, они там молились не раз в синагоге в Вильнюсе, чтобы русские не пришли. Они, конечно, были против, а другие евреи. Но тех евреев, которые молились в синагоге, их-то никто не видел. Люди, местные люди, они видели других евреев, которые шли на улицу с красным флагом. Ну, извините, пришли русские, два еврея стали министрами. Они стали немножечко видными. И, конечно, обобщение сделать было очень легко. А, коммунисты – это евреи. И, конечно, люди так сделали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok